Всем привет! А сегодня мы продолжим знакомство с японской культурой, с японской литературой при помощи Анны Филин, которая приехала к нам, непонятно, то ли из Екатеринбурга через Москву, в Дубай и сюда, или немножко наоборот, я запутался. Всё равно привет. Привет. В прошлый раз мы у Дмитрия Юрьевича здорово записались, обещали усугубить, и вот сейчас попытаемся усугубить. Ты нам обещала рассказать про такую штуку в японской литературе, как гунки, героические сказания. Когда их писали? Обещала я расскажу. Их писали много и разнообразно. Первые гунки относятся к событиям, которые происходили в 10 веке. Это же эпоха Хэйян у нас, да, божественного спокойствия. Эпоха Хэйян. Записывали их, конечно, не в 10 веке, чуть-чуть попозже, точно датировать гунки достаточно сложно, потому что древних списков настолько древних, их не сохранилось. Мы датируем, мы в Астокле датируем гунки по упоминаниям в более поздних работах, в том числе в библиографических списках, которые японцы очень любили делать. То есть типа библиографических указателей у них было? Да, у них были справочники, они любили энциклопендии, разнообразные собрания полезных текстов, которые человеку прилично читать. У нас в Патриарх Фотий, у нас в Византии Патриарх Фотий в своё время составил Миробиблион, тысячи книг, так называемый тоже библиографический справочник, там было, по-моему, 790 книг. Обещал тысячу, а списал вот так вот. Не доработал. Для девятого-то века, я вам доложу, прочитать 790 книг, это было ого-го. Это и сейчас-то, между прочим, не все осиливают. Да ладно. Акварь вторая синяя, мне кажется. В школьном курсе литературы больше книжек. Их не читает сейчас никто из этой самой попоросли, а из жертв ЕГЭ. В общем, в Японии жертв ЕГЭ не было, и поэтому там были библиографические справочники, по которым мы можем датировать гумки. Да. Так или иначе, к XIV веку они уже все были записаны, по крайней мере, основной корпус текстов, которые относятся, допустим, к сказаниям всё вплоть по войну Тайра и Миномота. Есть более поздние гумки, например, к рубежу XV-XVI века относятся повести Айси Цуны. И это, наверное, самый новый текст, который относится к жанру Гунки. Дальше уже начинается городская проза. Уже немножко другие вещи. Ну, если так приблизительно очертить круг этих текстов, то получаем мы примерно XI-XII век, самые ранние тексты. Довольно приблизительная датировка, потому что гумки выросли из устной традиции. Когда их начали слагать, сказать трудно, скорее всего, непосредственно после описываемых событий. И верхняя планка – это примерно начало XVI века. В Европе в это время в Максимилиановских доспехах уже бегали, а там в далёком Востоке только-только учились гумки записывать. Точнее, уже разучились даже гумки записывать. Более того, в последнее. Они записали все гумки. У них уже классический роман уже. В это время европейцы с классическим романом дружат ограниченным. Гумки – это же у нас проза всё. Или они стихотворные? Гумки – это по большей части проза. Очень много во всех текстах, практически во всех текстах, стихотворных включений. Там постоянно кто-нибудь что-нибудь сочиняет по случаю приличествующему стихи. Иногда включают песни. Но в основном это проза. Ага, то есть основной корпус текста прозорический. Ну, я так понимаю, что это всё посвящено каким-то войнам, конфликтам, кровавым убийствам. Да. У нас с чем это можно проассоциировать? Наверное, с исландскими сагами. В исландских сагах тоже всегда в основе лежит конфликт. За редким-редким исключением. Потому, что очень непонятно, о чём писать сагу, если никакого конфликта. Весь военный нарратив так или иначе относится к каким-то военным конфликтам. Потому, что если он не про войну, то это уже не военный нарратив. Я к чему? Я к тому, что там же может быть война, а может быть просто личная какая-нибудь вражда двух самураев, которые друг с другом бегают. Войн у японцев не было в то время. Там просто гражданские войны, междуусобные распри. Ну, вот. Это я имею в виду. То есть, какой-то князь поссорился с другим князем, и вот вам гонка, пожалуйста. В общем-то, да. А у нас понятно вообще, ну, например, пока мы погружаемся в теоретическое осмысление этого, ну, по крайней мере, пока я погружаюсь, вот есть некое произведение, скажем, про классические война Тайра и Миномота. Можно ли понять автора этой гонки, он за кого, из какого лагеря происходит? То есть, он составитель текста, ну, окей, может быть, там не составитель, а последний составитель текста, который его записал. Какие-то симпатии откровенные есть, вот Пиномота, козлы все, неприятные люди, а Тайра, наоборот, хорошие. То есть, понятно, что человек из стран Тайра об этом пишет, ну, или, по крайней мере, сильно сочувствующий, или они более нейтральны. Разные гонки по-разному. Есть, например, один из самых старых текстов, который относится к жанру гонки, это записки о Масакадо. Масакадос? Мексиканец какой-то. Масакадос. Масакадо. Тайра, но Масакадо. Вот там сразу понятно, что переписчик вот за него, потому что он его называет новый повелитель, новый император. И очень за Масакадо болеет всей душой. Есть, например, такой текст, как повесть о великом мире, Тайхэйки. Там видно, что над текстом работали разные люди, потому что половина текста написана таким хорошим японским языком. и там очень они переживают за главного героя, а потом внезапно меняется полностью риторика, и во второй половине произведения неожиданно симпатии автора переходят на другую сторону. То есть вот что это было? Сменился автор. Исследователи спорят, что это было. Скорее всего, сменился автор, либо сменился переписчик, либо более поздние ставки были вписаны в этот текст, потому что даже отличается язык. Половина Тайхэйки написана японским, половина написана комбуном. Это очень формальный китайский язык. А может быть, несмотря на то, что часть текста была вписана отдельно и, вероятнее всего, позже и, скорее всего, совершенно другим человеком, но, может быть, смена риторики связана с тем, что вообще произведение написано в русле конфуцианства, это не очень обычно для гунки. Обычно они написаны в духе буддизма. Возможно, переписчик считал автор, что вначале герои действовали по повелению неба в рамках мандата неба, а потом они утратили эту бумагу, утратили благословение неба, и все их дальнейшие поступки продиктованы злыми намерениями. Это какой-то маркер есть в произведении, что вот они действовали согласно мандату неба, а потом раз, и утратили доверие. В общем-то, по настроению текста видно, потому что сначала называют достойными их поступки, достойными, а потом внезапно они становятся проклятыми. Вот я говорю, маркеровка какая-то есть в поступках, т.е. как они превратились из достойных в недостойных, что-то там отравили кого-нибудь неправильно, зарезали, украли, в чём дело? Они постоянно этим занимались, это же военные, военные это записи. Кого-то не того, неблагородным способом. Да, да, они обидели императорский дом, хотя тут тоже водораздел это довольно зыбкий, потому что в большинстве гунки кто-то обижает императорский дом с той или иной стороны. Вообще большая часть конфликтов, это конфликты внутри императорского двора. И, да, императорского двора. Священное животное пришло. Не обращай внимания. Как не обращать внимания, щекот? Вот сейчас у нас гунки будут. Гонки? Гонки, да. И все эти распри, так или иначе, связаны с императорским двором. То есть, очень трудно сказать, что во всех гунки, как только там посягают, допустим, там самурайские рода на власть императора, сразу же они теряют благоволение небесное и что-то подобное. То есть, надо как-то было особо отличиться или не в первый раз? Ну, это просто один текст из многих, в котором вот так. Вообще, это, я еще раз повторюсь, это достаточно не характерно для гунки риторика в стиле конфуцианства. То есть, в каких-то более поздних текстах, да. Если мы говорим о 14 веке. Вот эта гунка, какой она имеет ценность как исторический источник? Понятно, что, как любой нарратив, текст многослойный, многоплановый. Но, тем не менее, вот у нас есть, вот то, что я хорошо знаю я, европейские, средневековые, различные прозраические тексты. Вот у них ценность как исторический источник, прямо скажем, очень неоднозначная. Потому что, может быть, там описаны какие-то моменты узкие, которые автор лично видел или читал какие-то хорошие документы по этому поводу и описывает это достоверно. А справа и слева от достоверного он такое плетет, что даже аж стыдно за человека. Или, например, как у нас с русскими летописями, когда, прошу прощения, простывши слегка, когда даже цели не ставилось, по крайней мере, в раннем периоде практически любой летописи, которая описывает какие-то полулегендарные события глубокой старины, даже цель-то не ставилось изложить какую-то дословную историческую правду. Там важно было не о чём он рассказывает, а что значит, что он рассказывает. То есть цель вообще абсолютно другая. Тебе тут не собираются рассказывать, точно ли Олег прибивал щит к воротам Цареграда. Так вот, у японцев с этим делом что? С информативной ценностью гонки? С информативной ценностью гонки всё очень сложно у японцев. Во-первых, такой цели быть историческим источником, в точности отражать события, у гонок тоже нет. Большая часть текстов написана так или иначе в русле какой-то идеологии. Как правило, это буддизм. Это можно сказать, что большинство текстов написаны в русле буддизма. И их задача показать, как тот или иной человек действует в рамках предписаний вот этого религиозного культа. Вторая задача у них это показать и восславить образ героя. Поэтому для гонки, как и для любого героического эпоса, любого, наверное, народа, характерны какие-то преувеличенные черты. Они рисуют самураев такими могучими, очень умелыми, очень ловкими. Там рассказывают, как их стрела пролетают тысячу, ли и так далее. Ли это сколько? Я не буду врать, я не помню. Хорошо, потом посмотрим в гугеле. В гугеле посмотрим. Это второй аспект гугл. А в-третьих, эти тексты складывались на основе устной традиции на протяжении какого-то достаточно продолжительного времени. С того момента, как, допустим, происходила война Тайра и Нинамото, до того момента, как сложился текст, прошло явно не меньше ста лет. Нет, естественно, переписчик и автор, скорее всего, уже более поздней версии, мог не знать, что там происходит. А о каких-то вещах он мог не знать вообще и никто не мог знать вообще. Поэтому, скорее, описываются события такими, какими их хотел видеть читатель. Какими-то героическими, возвышенными. Особо замечательными. Особо замечательными. Ну, это же для развлечения, правильно так понимаю, сделано было в основном? Чтобы восхищаться и воспевать друг друга. Это же уже кодификация происходила в период сегунатов, и поэтому самураи, как правящий слой, любили, чтобы их воспевали. Это, мне кажется, очень приятно любому правящему слою. Нет, это понятно. Очень многие такого рода тексты рождались, чтобы быть зачитанными хорошим голосом в кругу друзей, чтобы как-то почувствовать себя немного лучше, чем ты есть на самом деле. Это понятно. А вот сразу такой вопрос назревает. Вот буддизм, самая миролюбивая религия в галактике, как так получилось, что именно буддизм является идеологическим стержнем воинских сказаний, где все режут друг друга? Вот песню о Доме Тайра-то я читал. Там все режут друг друга, я помню. Вообще, все угунки, все беспрерывно друг друга режут. Это потому, что самое интересное. Да. Описывать, как все друг друга. А как буддизм к этому приклеили? А буддизм вообще-то не против. Буддизм ничего не говорит на эту тему. Буддизм не говорит же, что если ты будешь убивать людей, то ты будешь вечно гореть в аду. Ничего подобного. У них такого акта нет. Родишься, да, и испортишь себе карму, если убьешь кого-нибудь не того, а если убьешь того, кого надо, то наоборот, улучшишь себе немножечко карму. И родишься не камнем, а деревом. Да. Был в прошлой жизни дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба дорастешь до сёгуна. Это мне очень понравилось, когда в Таиланде объяснили, когда расспрашивали, как там в монастырь люди ходят, а там всем мужчинам положено хотя бы раз в жизни в монастырь уйти, на недолго хотя бы. Я говорю, а тётеньки? Они говорят, а что тётеньки? Им говорят, всё равно. Тётенька, она же тётенька, она всё равно в следующей жизни не перевоплотится никем хорошим. Если она будет идеально себя вести, тогда, может быть, она перевоплотится мужчиной. И вот уже из мужчины она сможет пойти в монастырь и, может быть, уйти из колеса сансары. А тётенька сама по себе никуда не может уйти. Вот так. А если будет плохо себя вести, ещё и родится камнем, и будет до 10 тысяч лет. В общем, с этой точки зрения с буддизмом никакого противоречия нет. Потому что то, что буддизм не говорит, давайте пойдём и убьём всех конфуцианцев, например, это, конечно, хорошо. С этой точки зрения он миролюбивый. Он призывает к ненасилию и прочим хорошим и полезным вещам. Но он ничего не говорит, что если ты будешь плохо себя вести, то тебе ничего не исправить. Просто в следующей жизни старайся больше. Так вот, значит, дошли мы до какого-то предела этих самых гунок. Какова их структура? Вот имеем мы там кучу текстов, не знаю сколько, много. Какие-то у них есть структурные особенности, которые позволяют их свести в единый жанр? Вот у сах, например, у исландских однозначно есть. А у гунок? Или это некий лингвистический конструкт такой, современный? Это не современный конструкт. Это жанр, который выделяли уже японцы. Они называли их гунки-моногатари. То есть военные повествования. Моногатари это военные, значит? Моногатари это значит повествование. А гунки это военные описания. Гун военные, ки, записи, заметки. Фактически журнал боевых действий. По большому счету да. То есть этот термин, это японский термин, это то, как они сами определяют свой литературный пласт. У гунки выделяют характерные особенности. Это в первую очередь повествование идет о каком-то военном деятеле. Точно так же, как в эпосе других стран, как я уже говорила, преувеличены его мегадостоинства. Гунки, как правило, написаны в таком мифологизированном ключе. То есть очень много вставок есть из мифологии. Много разнообразных притч буддийских, индийских. И это гунки, это наследник вкусной традиции. Если присутствуют эти элементы, можно с большой долей вероятностью утверждать, что перед нами гунки. А вот нет такого, что да, речь про войну, про военный конфликт, но это не гунки. Хотя в общем одно и то же время написано. Полно такого, да. Японцы очень любили все описывать. Поэтому про военные действия очень много записано. Дневников, которые не имеют отношения к гунке. Дневник, понятно. Потом такой жанр, как рэкиши моногатари, к которым относятся, например, все Кагами. Там О Кагами, там Инга Кагами. Что это такое? Это исторически. Слово О Кагами я понял только слово О, то есть большой. О Кагами. Это то, что у нас на русский язык переводят как жанр зерцала. Но это строго исторические тексты. Хроники. Хроники, летописи, документы, которые фиксируют, что же там все-таки происходило. По годам, по людям. Понятно. Погодная запись некая. В общем, да. Ну, она не как летопись. То есть вот такой-то год произошел, вот летописец записал. Они были потом обработаны впоследствии историками придворными. И сведены в определенные документы. Но это вот это исторический источник. Вот это я бы им пригодился, если бы я там оказался. Я бы рассказал, как надо все правильно делать. Наверняка. Если гунки... Почему мы с такой уверенностью говорим, что нет, гунки не исторический источник. Почему мы отвергаем, допустим, хаянский роман как исторический источник. Потому что у нас есть реальные документы, которые созданы историками специально для того, чтобы отображать, что происходило. Если там для каких-то других стран у нас может не быть такого корпуса текста. Не все так дотошно фиксировали все документы и все происходившее. Наш отечество родное отличается этим. Да. То у японцев, там у них даже архивы документов сохранялись. Кто на кого написал какую жалобу и кому откуда пришел какой ответ. Они очень это сразили. Это очень важно. Я это обожаю. Я тоже это вообще сам. Особенно мне очень нравится, когда в гунке там приезжает, допустим, какой-нибудь правитель какой-нибудь земли. У него был конфликт с правителем другой земли. И вот он пишет Кляузу. Во дворец он пишет. Вот правитель там земли. Содержательный донос. Содержательный донос. Например, правитель земли Сацума. Вот он меня вот так-то и так-то оскорбил. Вот так-то и так-то сделал. Вот он пытался там то-то, то-то. И я был вынужден в отсутствии там указаний императорского двора этому противостоять в силу своих возможностей. И, в общем, нижайше прошу меня за это наградить. Например. А правитель земли Сацума такой же донос пишет. И вот все эти доносы сохранились. Это можно посмотреть по документам. Это здорово. Но Гунг, конечно, безусловно, исторический источник. Просто его информативная ценность должна быть критически осмысляема. Потому что любой текст современной своему периоду является по определению историческим источником. Она нарративный источник. То есть, какие-то детали мы можем из неё подчеркнуть. То есть, если, например... Это заднейший антропологический фактор, в первую очередь, конечно. Как люди думали. О чём они думали. Ну, да, в том числе... Как любили, чтобы их представляли окружающие. То есть, 7 метров 40, а у метров 50 гигант. Ну, там мерили по длине меча. Или там по силе гулка. Что вот у кого там что, какой длины было. В общем, да. И тогда самураи любили мериться. Это благородно. Всем оружием подряд. Ну что, давай к какому-нибудь тексту перейдём. Что можешь рассказать? Вот тебе, кого-то любимый есть? Любимый текст у меня, наверное, сказание о смуте годов Хоган. Что за года? Что за года. Сейчас будет сложно. Придётся вернуться опять обратно в Хэйян. Хотя, мы не уходили из Хэйян. Это, конечно, смута периода Хэйян. Так вот. Хэйян-то у нас 900... 794-й. А, 794-й. И 1185-й. Или иногда называют 1192-й. Ну, когда закончилась вся эта свара между Тайрами и Миномотами. Там свара между Тайрами и Миномотами как раз закончилась в 85-м. А потом ещё император правил, правил, правил до 92-го. И где-то меняется... Ну, короче говоря, это год самый, конечно, 12-го века в любом случае. Да. Понятно. И это, заметьте, у них называлось божественное спокойствие. В общем-то, действительно, в период Хэйян всё было очень спокойно. Потому что внешних конфликтов у них вообще ни одного не было. Если не считать северных варваров, с которыми они боролись там не очень долго. 150 лет в период Хэйян вообще не было ни одного внешнего конфликта. Просто не было. Идеально. Очень здорово. Да. Но есть время друг друга порезать. Да. И они делали это очень изобретательно. С большой фантазией. Ах, японцы. Ну, их там, да, было не очень много. Поэтому, если без фантазии, это писать неинтересно. Так вот. В период Хэйян, в самом его начале, система правления была очень простая. Был по образцу Китая. Был император. Он повелевал двумя управлениями, восемьими министерствами. И всё работало хорошо. Потом, в период Хэйян, дома Фудзивара, решил, что это неправильная система. Так быть не должно. Что править должен дом Фудзивара. В любой нормальной стране. Просто какой-нибудь представитель дома Фудзивара бы просто сверх императора. Сам бы стал императором. Но они в Японии. Такого произойти не могло. Поэтому род Фудзивара придумал такую должность с Айсё. Это регент при малолетнем императоре. А если императору сорок? А если императору сорок, то тогда они придумали другой пост и назвали его компакум. Это канцлер. Это всё происходило постепенно. Потому, что сначала они решили, как было бы здорово, если бы император был малолетний. Всё время. Всё время, да. Всё время. Надо было им с Голдом посовещаться. Он бы сообщил, что бывают такие малолетние дебилы, которые таковыми могут оставаться. И в 60-е, и в 70-е. И при нём всегда может быть всё. Но нет у них и не было такого... Теоретической подковки такой. Да, такого полезного советника. И поэтому им пришлось два поста вводить. И таким образом, через систему вот этих регентств и канцлеров, они спокойно правили императором. И император правил всем подряд. А что они такие оборзевшие-то были? Вообще, когда-то, в незапамятные времена, род Фудзивара помог подавить восстание другого рода. И продвинулся на самый верх пищевой цепочки Хаянского двора. И они придумали, что очень здорово просто императору отдавать в жёны девушек из рода Фудзивара. А потом они подумали, что раз уж они все там родственники между собой, то давайте при малолетнем императоре... А так получилось в какой-то момент, что не осталось императоров 40 лет. И наследником императорского престола оказался малолетний. Помню, 9-летний император. И регенты назначились домом Фудзивара. Им это так понравилось, что они решили не останавливаться, продолжать. Так всё время, чтобы. Чтобы так всё время, да. И продолжали, продолжали, пока не грянул практически конец эпохи Хаян. Эта порочная практика прервалась на Фудзивара, на Митинага. И это уже был одиннадцатый век середины практически. Первая треть одиннадцатого века. А началась эта практика в восемьсот шестидесятые годы. Классно. Здорово. Это когда Михаил Третий в Византии сел на царство, как записано у нас в летописи с ошибками. Ну, в общем, где-то там. Да, закончилось намного позже. Я очень люблю все эти самые параллели прокидывать, чтобы все понимали, что мы все в одно и то же время проживаем. И когда у них было вот это, а у нас вот это. Так где тут у нас гумка? Ну, продолжаем. Это ещё не всё. Потом императоры внезапно решили в какой-то момент, что Фудзивара немножко потеряли берега. И это немножко перебор, что они вынуждены управляться какими-то непонятными людьми. Так получилось, что на трон взошёл император, который не был родственником Фудзивара. Потому что у Фудзивара-Нумитинага не было ни одного потомка мужского. Ага. То есть все вот эти женщины, которые были жёнами императоров, не смогли родить ни одного... Мужеского отпрыска. Да. И перешёл трон императору, который не был кровно связан с Фудзиварой. Какая незадача. Он не понял, почему он должен подчиняться этим непонятным людям. И придумал свою ещё систему. Она называлась энсей. Это император в изгнании. То есть он сам отрекается от престола. Уходит в изгнание. Уезжает в свою... Резиденцию в изгнании. Император Фудзивара. Нет. Это император, который не имел отношения к Фудзивару вообще. Он им был не родственник. Он уже был взрослый человек. Он не понимал, почему какой-то непонятный... Дядька. Дядька должен им управлять внезапно. Он вроде как император. И поскольку император правящий был связан огромным количеством ритуалов. Он ведь первосвященник синтоизма. И он должен совершать разнообразные церемонии и так далее. А император в изгнании не должен никому ничего. Он удалился в монастырь. И там спокойненько заботится уже о душе. И вот император в изгнании начал править двором. Это он как Карл V поступил в Габсбург. Который тоже в конце карьеры ушел в монастырь в Испании. И принялся рулить своим сыном оттуда. Да. Вот я думаю, он наверняка знал что-то про японцев в этот момент. И Иван Грозный тоже в свое время ушел в Александровскую слободу. Вместе с себя поставил Семенка Бекбулатовича. И тоже принялся управлять им. Это, я погляжу, распространенная практика. Японцы тоже ее придумали еще в одиннадцатом веке. Никаких у них проблем не было с фонтаной. И в результате получилась такая система, когда император управляет двумя управлениями, восьмью министерствами. Императором управляют Сессию и Компаку. А вот этим всем управляет двор императора в изгнании. Вот так. Это как-то очень сложно. Если сначала по-китайски было все логически, очень здорово. Два управления, восемь министерств. Ну, понятно, прихлебатели вокруг много разных. Здорово. А что это за бардак-то? Ну, вот такой бардак. Японцы не очень любили что-то старое свергать, отменять. Им было проще придумать что-нибудь еще сверху. И как-то так получалось, что в реальности император вроде как бы и ничем не правил. Сейчас эта точка зрения очень активно оспаривается. Потому что эта точка зрения была придумана японскими историками в период реставрации Мэнди. Они тогда обратили свой мощный научный взгляд в далекое прошлое и решили, что император тогда ничем не правил. И реальной власти не имел. А сейчас вот реставрация Мэнди пройдет, и мы вернем императору реальную власть. Как это должно было быть тогда, еще до периода Хэйян, когда система Ри Цюрё, вот это вот по китайскому образцу, когда император этого управления в 8 министерстве, ее сейчас возродим. Ну, в общем, есть исследователи, которые не согласны с этой точкой зрения. Они считают, что реальная власть какая-то у императора все-таки была. Что все было не так странно, что на самом деле эти все ранги и эти должности между собой власть каким-то образом делили. И, в общем и целом, это достаточно справедливо, потому что из текстов мы видим, что в зависимости от того, какой человек занимал какой пост, Ну, там, например, Фудзивара Нумитинага, самый влиятельный человек в Японии, вот его времени, начало 11 века, вообще официальных постов не занимал, по большому счету. Он какое-то время был регентом, а потом он ушел в монастырь, но при этом продолжал реально управлять страной на протяжении почти 30 лет, не занимая вообще никаких постов. Были императоры, которые были люди с характером и волевые, и управляли, допустим, за сгнание. И тогда мы понимаем, что система Инсей, вот как она была придумана, конечно, она работает так, как была задумана. Но при этом были, допустим, императоры, которые не очень понимали, почему им должны управлять какие-то другие люди, и пытались привлечь на свою сторону военные рода, вот Тайра и Минамото, два военных крупных рода. И тогда начинался конфликт между одним императорским двором и другим императорским двором. И вот тогда начиналась... Гунка. Начиналась гунка, да. И вот, по большому счёту, два очень приятных лично мне литературных памятника, сказания о смуте годов Хоган и сказания о смуте годов Хейдзи, написаны примерно об этом, о соперничестве родов Тайра и Минамото, каждый из которых поддержал какого-то из правителей. Да, я так смотрю, Тайра и Минамото другу уже любили давно. Тайра и Минамото... Нужно немножечко, опять же, вернуться в их прошлое. Дома Тайра и Минамото – это не совсем самостоятельные дома. То есть это не какой-то человек, который когда-то давным-давно был, допустим, основателем семьи, скажем... Минамотовых. Минамотовых, да. И тайерских. Да. Род Минамото происходит от императорского дома. В императорском доме была такая привычка. Когда у них разводилось очень много разнообразных наследников, людей, которых не хотели видеть наследными принцами, выделяли в отдельный дом, в отдельный род. А ему там же земличку давать надо и вообще. Откуда же взять? Там же Япония маленькая. Ну, как маленькая. Вообще, земличку надо было всем выделять. Это феодальная проблема обычная. Это большая проблема. То есть император и сам должен был какой-то землей обладать. В системе Рицурё, согласно которой император этого управления в 8 министерств, та еще исконная, которая была записана в основных всех законах, император владеет вообще всей землей в Японии. То есть он как бы верховный владелец всей земли, а все остальные люди от его имени как бы и пользуются. И на основе этого он собирает налог, потому что все это его земля. Потом эта система начала размываться, размываться, размываться. Император начал даровать какие-то земли сначала во временное пользование, потом в вечное пользование. Это так называемая система СЮЭн. И появились довольно самостоятельные дома, у которых была своя земля, они сами собирались с ней в налог и так далее. Нормальный феодальный бардак. Да, нормальный феодальный бардак. И в общем-то ничего там какого-то особенного нет во всех странах. Ну и вот. И для того, чтобы не плодить лишних наследников, чтобы престолу наследия шло туда, куда должно идти, из императорского двора начали выделять отдельные рода. То есть, когда человеку жалуют хичное имя, родовое имя, он уже не может наследовать императорскому роду. В числе таких имен было имя Минамото. А еще по-другому, если его прочитать, будет Гэнзи. Такой род был не один. То есть, разные императоры могли разных потомков своих выделять в эти дома и давать им им, например, Минамото. Вот, к примеру, родов Минамото был 21. И они происходили от разных людей. Это были разные ветви дома Минамото. Тот Минамото, про которого мы говорим, он там происходит от императора своему, если я не ошибаюсь. Да. Вот точно. А Тайрецкий откуда? Тайрецкий от Кам. То есть, тоже император бывший? Тоже император, да. То есть, и Тайра, и Минамото, это два рода, которые произошли от императорского дома. И на основании этого они считали, что они такие молодцы. Ну, вот мы говорили про записи о Масакаде. Масакаде выходит из дома Тайра. Тайра на Масакаде. Он потомок в пятом поколении императора Каму. Император Каму – это первый правитель эпохи Хайян. Собственно, при нём эпоха Хайяна началась. Примерно в середине его правления. И на этом основании он решил, что раз он потомок императоров, то вот он и будет будущим императором, потому что он такой классный. Эти два дома, Тайра и Минамото, имели довольно большую свою армию. И императорский дом частенько их посылал на какие-нибудь военные компании. Например, на севере были северные варвары. Эмиси. Ещё Эмиси до Айнов. Ещё далековато. Не на Хоккайдо ещё пока. Это не на Хоккайдо. Это Хансю. Север Хансю. Современная префектура Айчи примерно. На самом деле северных варваров покорили довольно давно. Это было ещё в 9-10 века. Их частично ассимилировали, частично приняли на службу, потому что они выделялись своим военным искусством, превосходили японцев в нём. Какое-то время потом японцы научились, у них считается, что у них научились конной стрельбе из лука и разным другим полезным вещам. Например, кстати, из ассимилированных Эмиси происходит дом Абе. А дом Абе это фамилия теперешнего премьер-министра. Я вот и подумал, знакомая какая-то фамилия. Знакомая фамилия, да. очень много конфликтов будет между домом Абе и Минамото, например. Потому что Минамото владели северными землями. Это земли Муцу и земли Очи. Они были там вроде как наместниками, а дом Абе там жив. И время от времени происходили конфликты из-за того, что север очень далеко от императорского двора. Никто там не знает, что происходит. Там какие-то ужасы, эти варвары непонятные животных ждать. Так они так отвлекаются в сторону. Эмиси, они кто были по национальности? Японцы, понятно. Айны тоже более-менее а Эмиси никого не были. Эмиси это про тайны. А-а-а-а. То есть потом волосатые бородатые. Ну, в общем, да, дикие люди. Потом полководцев, которых отправляли подавлять эти выступления варваров, Эмиси, если он успешно выполнял свою военную кампанию, завершал, ему присваивали титул укоротитель варваров Сэй Тайсёгун. Откуда, собственно, Сэй Тайсёгун. Отсюда же Сёгун происходит. Да, Сёгун происходит от этого. Это, можно сказать, такой достаточно высокий титул для воинов. Потом они вообще всё подавнут через некоторое время. Ну, в общем, если возвращаться к японской логике, которая не приемлет смещение старой системы и замещение её на новую систему, вот это всё придворное император управления восемь министерств. Император возгнаний. Цессио, кампаку, инсей, император возгнаний. И вот этой вот всей штукой управляет не императорским двором управляет Сёгун, а страной управляет Сёгун. А вот при дворе императора ничего не поменяется, всё останется так же. Какие удобные, однако, должности у них там у некоторых людей были. Как хорошо. Да, при этом была дублирующая система, допустим, рангов. Например, императорский двор, императорский двор в изгнании, они друг друга дублировали. Это были две довольно похожие организации, то есть у императора в изгнании был свой бюрократический аппарат, а у императора обычного свой. Огромное количество всех этих людей, у них были ранги придворные. В общем-то, по большому счёту, Сёгун в эту систему был тоже включен. Он редко обладал высоким рангом, потому что в феодальной Японии рода разделялись на аристократические дома и военные дома. И вот представители военных домов высокие ранги не занимали, они считались недостаточно старыми для этого. То есть история дома недостаточно глубоко уходит корнями. Местническая у них получается статус не очень большой, как у нас прямо на Руси. Если местнический статус маленький, то хоть ты будешь возьми одевал лбу, о чём с тобой поговорить? В реальности даже 500 лет нет. В общем, да, в реальности они страной управляли, а при дворе при этом высоких рангов не занимали, хотя вот какие-то четвёртый ранг, мог быть пятый. Вот у нас Борис Годунов так вообще в царе выбрался, вообще непонятно из кого происходя. Ну, императоров так нельзя. Ну, видишь, у них строго. А у Сегунов всё было так. Всё-таки откуда у нас тут Бунка, которая тебе лично приятна? Бунка. И вот, в 1156 году император обычный, император в изгнании вступили вот эти два императорских дома в конфликт, потому что император в изгнании сместил своего наследника и наследником назначил другого другого императора. И всё это смущенно мне очень понравилось. Всё перекочевряжилось немедленно. Всё немедленно перекочевряжилось. Одну сторону поддержал дом Тайра, другую сторону поддержал дом Миномота. И они вступили в ярусную магическую схватку. И в конечном итоге дом Тайра победил. При этом очень сложные родственные связи и очень сложные связи внутри самих родов, потому что рода не очень однородной получилось так, что глава дома Тайра поддержал император в изгнании, а часть его родственников поддержала другую сторону. В конечном итоге, после того, как всё вот это месиво закончилось, главе дома Тайра припоручили всех его родственников, а главе дома Миномота припоручили всех его родственников. То есть получается, что глава дома Тайра всех мятежников взял и казнил. Ему было нормально, он их не очень любил, там были его дяди, какие-то достаточно дальние родственники, близкородственных чувств он не питал, и им всем под наш отправил. Не дрогнув широкой. Голову подрубали. Так точно. А не заставили делать сипуку? Вообще сказание о смуте годов Хоган это первый текст, в котором встречаются упоминания сипуку. То есть вообще 12 век. Да. А раньше не сипуку реально? Нет. Раньше они не делали такого. Откуда вообще эта идея возникла довольно идиотская на мой взгляд? Резать живот? Ну, это довольно неприятно, медленно, ну я понимаю, что если ты решил как-то отдуплиться, то можно быстрее сделать гораздо. Да, и потом впоследствии делали это намного быстрее, потому что это все ритуальное достаточно значение преобразовало вроде как бы живот разрезаешь, ты показываешь, что у тебя там кишки у тебя там наполненные всяким неприятно, но это же некрасиво, нечистоплотно, вообще фу. Что у тебя там доброе намерение, потом ты достал внутренности, красиво разложил, сидишь, любуешься, пока не помрешь. В период слабого развития медицинской науки это был верный способ подъехать на тот свет, потому что от проникающей хранения брюшной полости тогда лечить не умели. Повторюсь, есть гораздо более быстрые и безболезненные способы гарантированно отъехать на тот свет при помощи холодного оружия. Зачем так сложно-то? Ё-моё. Если, например, вскрыть себе сонную артерию, от этого чисто намерения не будет не так здорово видна? Ну, доблести непонятно. Вот ты себе разрезал живот, кишки все вывалил и сидишь со спокойным видом, обмахиваешься веером, пишешь предсмертную записку и вот ты достойный самурай. А вот женщины резали себе горло, например. Блин. Настоящему самураю западуло. Что за народ такой ушибленный? Господи. Вроде так всё хорошо начиналось. Император, два управления, восемь министерств и вот получите. Но они всё это у Китая заимствовали, а потом у них прекратились связи с материком и вот и тут понеслась. Так, что у нас в Гунке было описано в связи с этим конфликтом? Вот я же рассказываю. Есть моменты такие, которые тебе было бы приятно вспомнить. Вот сразу вспоминается один из моих любимых моментов из саги об Эгеле, когда пришли убивать одного человека на хутор к нему и он вышел весь такой из дверей дома с целью покарать всех, кто к нему пришёл. А за дверью его подкарауливал другой человек с копьём. Когда он вышел из дверей, он воткнул копьё так, что оно вышло из груди. Тогда данный викинг посмотрел на наконечник, который торчит у него из груди и сказал «Опять в моде эти копьи с широкими клинками». После чего, конечно, выбрал немедленно. Вот это я понимаю, хорошо. Мне нравится. Отличный эпизод. Вообще очень много отличных эпизодов в Гунке. Они с большим удовольствием и выдумкой описывают разнообразные... Способы отдуплиться. Способы отдуплиться, да. Вот, например, эпизод, когда одному самураю вонзилась в затылок стрела. И он упал и лежал лицом вниз, а из затылка у него торчала стрела. И вот его товарищ решил эту стрелу у него из головы вытащить и начал, встал ему на голову ногами и начал стрелу тянуть. В этот момент... В раскаточку давай, в раскаточку так не вылезет. В этот момент один самурай взял меч и начал пытаться его зарубить. И тогда его товарищ спрашивает, что же ты делаешь, я же тебе помогаю. Говорит, умереть от попадания стрелы самураю не зазорно, а вот чтобы мне живому на лицо наступали, это позор, этому не бывать. И тогда, конечно, пришлось этому товарищу раскаяться, он сел на коленки, коленками ему голову зажал, тогда стрелу вытащил. Ага, то есть надо вот аккуратнее быть, неколепно. Например, да, еще другой великолепный эпизод, когда самурая поскакал в гучу битвы, я его очень люблю приводить в пример, когда спрашивают, кто бы победил, вот рыцарь или самурай, если бы они на мечах начали сражаться. Это одна из любимых тем, как слонный кита, когда пойдет, а рыцарь на самурая и швейцарские пехотинцы на римский регион. Да, и императорский пингвин на белого медведя, безусловно. Это примерно из той же серии, потому что, вес в бой не кидались, он сначала скакал на лошадке и стрелял во всех из лука, потом у него кончились стрелы, бросил лук, взял алебарду и побежал всех рубить алебардой, нагинатой стало быть. Нет, лошади ему пришлось оставить. Вместе с луком? Вместе с луком. А потом у него сломалась алебарда и он достал... Нагината, строго говоря, алебарда, это куза. Строго говоря, в переводе Горегляда все нагинаты названы алебардами. Это чудовищно. Они совсем не алебарды. Ну, то есть... А в переводе, например, Онищенко, все Сикора, вот эти вот красивые отвороты на шлемах названы барницы. Не читайте советских газет. Нет. Я по этому поводу люблю подчеркивать карандашиком, потом посмотреть в оригинале это что было, что это за дивное оружие, что это за дивный элемент доспеха, что за барница. Потому что, когда я первый раз прочитала про барницу в 12 веке, у меня аж сердце заколотилось дубой. Может быть. Неужели было? Неужели было? Что это было? Вообще, у японских шлемов, конечно, есть тот элемент, который можно барбать и назвать. Но вот это некий отворот точно совершенно. Он вообще довольно потом появляется. Да, конечно. Ну, в общем, это самое самурай. У него сломалась японская куза. Вот. Она сломалась. А потом он уже выхватил саблю и побежал в атаку. И потом побежал в атаку, да, и много врагов порубил. И вот. Ну, евро-рыцарь, конечно, победил бы, потому что у евро-рыцаря был щит. А если есть щит, то человек саблей, он уже не очень сильно страшен. Если ты, конечно, в доспехах. Если ты в доспехах, ты вообще практически неуязвимый. Если ты, особенно, в хороших доспехах, Даже если это будет просто кольчуга и большой щит треугольный, типа вот 12 век, вот когда мы разговариваем шлеме в горшке и с большим треугольным щитом ниже колена. И поэтому ему человек саблей без щита был не очень сильно опасен. Ну, чтобы довести самурая до состояния человека саблей, нужно пройти очень много разнообразных стадий перед этим. Он должен продолбать куда-то лошадку, лук. Вот это всё. То есть, что-то должно с ним произойти непоправимое. Но, в принципе, с рыцарем европейским что-то должно произойти очень страшное, чтобы он за миши схватился. Он ведь тоже там на лошадке едет. У него, во-первых, самое главное, лошадка, щит и копье. То есть, в принципе, если всего остального не будет даже, то если есть лошадка, щит и копье, он уже совсем рыцарь. Ну, и вот, и вот встретились эти два одиночества. Вот они будут скакать друг за другом на лошадках. Один с луком, другой с копьём. Ну, у японцев лошади поскуднее были, чем у евро-рыцарей. У евро-рыцарей они были большие, очень быстрые, они догнали эту мелочь, на которых японцы обычно имели обыкновение рассекать. Там же лошади, прямо скажем, не шибко крупные. Надо понимать, что у японцев рельеф неравнимый. Ну, да, там гурный козел нужен. Нужен, да, какой-то привычный рыцарский козел, который любит забираться высоко. Ну, испанцы, там у них тоже горы есть. Испанские, эти лошади, они отлично умели по горам скопать. В 15 веке там же мавры, там все. Просто, то есть, мы как-то усложняем вот эту картину, то есть, мавританский рыцарь на маленькой лошадке скачет в гору. Андалузские, не такие уж и маленькие. На здоровенной андалузской лошади скачет в гору за самураем, да, он водоплавающий. Или наоборот. Лошадь ластоногая, и она там, ну. А может, она же по северному пути вокруг СССР пошла? Это очень сложный конструкт, да, бритва Акама нам запрещает думать, что было бы, если бы. Можно порезаться сильно. Я вам поэтому предлагаю отсекать вот эти все вопросы. Вопрос, конечно, идиотский, согласен. Так, что у нас еще можно сказать про гунку? Конкретно вот что, вопрос у меня есть такой. У нас масса разнообразных нарративных источников в Европе. Ну, когда я говорю Европу, это я широко имею в виду, вот примерно от Исландии, вот так примерно до Ирана, где очень много, даже в, казалось бы, исторических произведениях, очень много сказочных мотивов. То есть, они, может быть, для тех людей не были сказочными, но мы-то отлично понимаем, что это какое-то видение, божественное явление, магический эффект какой-то, в общем, что-то такое чудесное. Живой мертвец, например. В гунках это сплошь и рядом. Вот у нас, например, в летописи, у меня один из любимых примеров есть по поводу правдоподобности, которая имеет место быть иногда в русских летописях. Как в городе Владимире население терроризировали невидимые всадники, от которых было видно только следы копыт, а люди мёртвые падали. Вот так. И это прям натурально записано, что ты понимаешь, в летописи. Ну, это для них-то не было чем-то таким. Подумаешь, ну, невидимые всадники, ну и что? Ну, это же, да, это особенность мифологизированного сознания. Они воспринимали это как часть реальности. Невидимые всадники, что-то удивительное. Кого-то это удивляет. В гунке этого очень много. Во-первых, там просто встречаются включения других разных книг, например. Или разных сутр, или разных легенд. То есть, они могли просто написать, что как-то записано там-то, там-то в таком-то китайском произведении. Вот, давайте вспомним. Ну, вспоминаем. И, в общем, элементов, когда там злые духи как-то влияют на ход событий, их тоже довольно много. Там, в повести о доме Тайра, например, в повести противостоянии Тайра и Минамото, там, есть эпизод, когда злой дух в форме птицы садится на крышу, начинает там страшно кричать, а вот самарай хватает свой лук и её застреливает. Полно. Да, прямо осмотрю. Перекличка вообще-то такая очень прямая. Ну, да, это один из тех признаков, по которым мы, в принципе, можем как-то сравнивать вот этот военный нарратив, и устный исток, и мифологическое составляющее, и какие-то определённые другие жанровые особенности. По поводу цитат из разных мест я упомянула. У нас где-то так примерно начиная, да, наверное, начиная вот так вот с момента написания четырёх евангелий. Было страшно модно передирать, не что передирать, а составлять свой текст из кусков разных посторонних текстов других. Потому что я вот недавно перечитывал отчаянно четыре евангелия, готовясь к очередной лекции по поводу истории религии, и обнаружил там смысловые цитаты из Плутарха вообще-то. То есть видно, что люди Плутарха читали, те, которые писали четыре и я так подозреваю, там не только такого рода есть заимствования. Ну а чем дальше, тем больше. В Византии, я об этом говорил, до 14 века был очень популярный жанр сочинения стихов, которые полностью должны быть составлены из цитат. Это удобно. То есть у тебя ни одной своей строчки быть не должно вообще. Ну конечно, ты, если плохо умеешь этим обращаться, ты будешь вставлять какие-то свои, фигню какую-то свою, а если ты мастер, у тебя будет каждая строчка составлена из чужих, каждая строфа из чужих строк будет составлена. Как с такого рода цитированием этих в гунках или там обязательно пишут? Это взято оттуда, это отсюда. В гунках очень много эпизодов, когда они прям пишут. Это ссылка есть и... Да, это прям вставка, то есть как там говорил такой-то китайский мыслитель или как там упоминалось того-то, того-то и дальше кусок. При этом может быть процитировано, например, стихотворение, которое очень известное и не будет ссылки, потому что все его знают. Либо может быть такое как бы скрытое цитирование, когда, например, самурай там или придворный пишет свое стихотворение, но начинает его с какой-нибудь очень известной строчки. Муха села на варенье. Да. В 25-й день варенья. Да. Отлично. То есть вроде как бы это не... Ну, то есть ссылки там в тексте нет. Мы из комментария потом понимаем, что это там относится к известному китайскому произведению. То есть в принципе японцы пользовались активно тем фактом, что у них было огромное количество текстов, которые читали и знали все. И большинство из них были какими-то классическими китайскими произведениями, на них они прямых ссылок не ставили, потому что ну... Зачем все знают, да. Вот смотри, опять как у нас. Вот чего у нас нет, например, у нас есть единственное русское произведение как раз тоже 19-го века, нашего Хияна. Это песня... Извините, Слово о полку Игореве, конечно же. Там вообще женский образ практически ни на что не влияет. Ну, там, конечно, есть какие-то такие, что там плач, того-то, плач, всего-то, но в общем девушка есть, и это хорошо. Она может сильно расстраиваться, но она сама по себе никак на сюжет не влияет. То есть, какой-то женский образ присутствует, ну, просто в силу того, что раз это благородный воин, у него должна быть женщина. Ну, как иначе-то? Она должна его ждать. Ну, вот она его ждёт и расстраивается. Соответственно, повесть о разорении «Рязани-Батын» тоже кусочек, видимо, какого-то такого воинского нарратива, вставленный в летопись, там тоже самое. Вот плач Херославный, пожалуйста, есть. А как в гунках с женским образом как-то женщина вообще влияет на происходящее, включена ли она? Ну, там, по большому счёту, поскольку это произведение, которое написано самураями, для самураев и про самураев, про женщин там мало. Ну, там может быть упоминание, что там преследовали такого-то, такого-то и захватили его семью. Вот там, например, его жён. Что там случилось с женами в чужом лагере, это грустная история и её стараются опускать в гонки. Это никому не интересно и так всем понятно, но там, полководец потом распорядится, чтобы женщин отпустили, потому что это недостойно самурая. Вот так вот поступать. Вот так вот поступать, да, а потом не отпускать женщин. Поэтому Вообще странно. Нормальная ситуация. Вообще как раз-то нифига не нормальная, потому что, зная не понаслышке мужскую психологию, они должны были другу рассказать, как именно поступили, сколько раз поступили, в каких, так сказать, вариантах и местах. Я вот в европейских и романах не припоминаю такого. Тоже странно. Я вот знаю только роман в стихах Фламенко, где очень не то, чтобы подробно, но вот прямо скажем, с большим вниманием к интимно-половой части автор относится. Там специальной подробности никаких вообще нету, но понятно, что вот остаётся буквально вот как это детям до 16 лет убрать и там всё уже будет нормально. Ну, в общем, гунки это про то, как нормальные ребята воюют друг с другом. Если вот послушать трансляцию из какого-нибудь турнира, там тоже роль женщины невелика на ресталище. Если это, конечно, не трансляция из женских боёв. Да, там роль женщины велика. Цепись от бортика! Такая вот роль! Ну, у мальчиков тоже роль бортика велика. Так вот, возвращаясь к гунке, там присутствует какой-то матримониальный вот этот пласт политики, то есть, например, там записки о Масакаде. Весь сыр бор завязался, когда дядя Масакада и его получается тесть не поделили между собой земли, и вот у Масакада была дилемма поддержать своего родственника или родственника жены. Он, конечно, выбрал родственника жены, это же понятно. Вот такая роль. То есть, я помню, что прошлый раз рассказывала о том, что вообще-то у женщины при дворе, ну, или при локальных яджетских дворах была вполне конкретная и довольно немаленькая эта самая роль. там получается в гунке практически не отражена в силу особенностей жанра. В общем, да, и это гунки это произведение не про императорский двор. Про императорский двор у нас есть другой пласт литературы, это романы. Там, где все страдают. Там, где все очень тонченные, да. Там, где у всех грустная красота. В гунке конечно женщины встречаются, не так, чтобы вот мы ни одной женщины ни в коем случае не будем гунки описывать. Но в основном гунки это про войну. Про войну, когда мы читаем в европейской не только литературе, очень редко, но встречаются упоминания неких бабовоинов. Разнообразных Бронгельд, тех самых Микуличн, Сильяниновичн и так далее, Жанн Деакт, это уже, конечно, историческое лицо. То есть, очень редко, но бывает. Ну, у нас чего греха таить-то, у нас в степных захоронениях половецких и до этого в Печенежских периодически находят воинские женские захоронения. Ну, там, правда, не очень понятно, насколько они именно воинские, потому что наличие воинской атрибутики, например, как правило, лук со стрелами, это значит, что девушка на охоту ездила, скорее всего. А она, скорее всего, ездила, потому что заняться больше знатной дабе в общем в Типи нечем. Детей рожать, а когда не рожаешь, ну, можно поохотиться хотя бы иногда. А у японцев как с этим делом? У японцев встречаются женщины, которые берут в руки оружие для того, чтобы защитить там себя и свой дом. Берут в руки оружие, чтобы пафосно закончить жизнь самоубийством, и на меч они бросались, и горло себе разрезали, и всякие такие ужасные вещи. есть несколько персонажей японских воительниц. Это, в общем-то, не сюрприз для японцев. Они не пытались это как-то заретушировать. И вообще уже в более позднее время, допустим, во время периода Эду были даже отдельные женские военные искусства. Вот Нагината до искусства управления салибардой считалась... Нагинатой. Да, считалась женским искусством. Это как раз понятно. Там логика была очень простая, я её поддерживаю, потому что, если дать женщине саблю, если с ней мальчик захочет что-то нехорошее сделать, мальчик он больше, сильнее и быстрее. Он саблю у неё отнимет, и что-нибудь с ней сделает нехорошее, потому что сабля короткая, он не дотянуться успеет. А Нагината длинная, и, возможно, девушка успеет его куда-нибудь её сунуть, деду Нагинату, вот, очень, по-моему, толково. Опять же, ну, хват похоже, а женщина привычна с ним обращаться. Ну, с ухватом непонятно, там у японцев всё было немножко не так, там ухват им, наверное, был мало полезен. Ну, короче, какая-то домашняя длинная утварь, швабра там, не зла и всё такое. Да, ну, в общем, было такое воинское искусство, да, и занимались им женщины тоже. А мужчины вот стреляли из лука, занимались там... Копьебойством. Яридо. 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 Яйдо. Искусство мгновенного удара. Ничего. Саблей. Внимание, сабли. Внимание. Ну, это же очень поздняя какая-то штука, это яйдо. Это период эда. Ну, да, конечно. Это уже довольно поздненько, да, это уже там, начиная с 17 века и позже. Когда у нас уже догадались на пистолеты стреляться. Ну, и футболцы тоже догадались, но просто они потом всё это запретили, потому что, ну... У них доли никогда не было на пистолетах. А у нас он Пушкина. На пистолетах не было. А у нас Пушкина застрелили из пистолета. возле черной речки где теперь метро Пушкина французишка прострелил нутро. Отлично. У вас в Петербурге без поэзии очень трудно ориентироваться в городе. Так. Ну, что? Что мы посоветуем почитать? В смысле самих гунок или, возможно, какой-то литературы про них, чтобы быть теоретически подкованным? Литературы про гунки читать не получится без хорошего знания матчасти. Потому что для того, чтобы ориентироваться в том, что, как, кто, кому и куда, нужно знать, кто все эти люди, потому что, как правило, там определенные ранги, определенные титулы даны как есть и надо разбираться, кто там где жил и как все происходило. Гунки, если этим не париться, то гунки можно просто брать и читать. Я считаю, что повесть о доме Тайра вот это золотой стандарт. Она переведена отлично на много языков и считается одним из лучших представителей жанра, по крайней мере, точно самый известный, если захочется там блеснуть какими-то познаниями в жизни самураев. Я вот читал песню о доме Тайра, ничего не помню, правда. Повесть о доме Тайра очень хороша. Тайра охватывает жизнь различных сословий, различных людей в достаточно большой период времени и достаточно динамичное и интересное повествование. По-русски много их издано? По-русски... Специальная литература то есть есть? Да. Их издано ну там чуть меньше десятка, но вот основные произведения переведены и хорошо переведены, некоторые даже не раз переведены. Отлично. что вроде бы всё сказали. Наверное. В общих чертах да. Спасибо. Приезжайте к нам ещё обязательно. Если у Дмитрия Юрьевича вдруг не получится, у нас всегда получится в любом случае. Постараемся. Хорошо. Читайте японскую литературу. Там интересно. Она не сильно европейская, потому что японская, но от этого не хуже. Сегодня всё. Всем пока. Продолжение следует...